Самое главное для любого человека с инвалидностью – наличие медицинских препаратов. Не везде и не всегда, но перебои с лекарствами возникают. И об этом участники совещания говорят мэру. Жалуются на то, что рецепт порой приходится переписывать два раза. 263 аптека, которого в Сочи на торговой дереве, не претензий много. 263 аптека здесь есть? Почему? Да потому что или там не разворотчивые ребята собрались. Анатолию Пахомову докладывают, на данный момент проблем с лекарствами по льготным рецептам в Сочи нет. Но если нет одного лекарства, врач должен рекомендовать его аналог, который обладает таким же действием. И мы обеспечиваем наших инвалидов в зависимости от того, какое им необходимо лекарство. И запасов здесь у нас в наших аптеках сейчас есть на 17 миллионов. То есть вполне достаточно лекарственных средств. В Сочи проживает 35 тысяч инвалидов. И чтобы в начале года аптеки не оказались без лекарств, глава города потребовал контролировать ситуацию. Говорили на совете по делам инвалидов и о создании условий для нормального передвижения людей с инвалидностью. Тем более, в Сочи вновь готовится встречать большой поток гостей в преддверии Всемирных игр ампутантов, которые пройдут с 26 сентября по 3 октября. Проверяем на доступность все объекты недвижимости, которые могут понадобиться. Я сегодня был на железнодорожном вокзале, вот тоже мы там ряд вещей увидели. То есть мы просто обязаны сегодня, особенно к этому мероприятию, создать все условия. Частные медицинские учреждения города шагают в ногу со временем. По примеру, городских больниц и поликлиник создают у себя условия для приема людей с инвалидностью. И предприниматели понимают важность и значимость этой работы. И когда человек с ограниченной возможностью приходит к нам в офис, он может вызвать специалиста. И специалист за считанные секунды откроет этот пандус и можно на коляске спокойно въехать в помещение. Сочи стал пилотным проектом в России по созданию доступной среды. Дорожки, подъезды, лифты и подъемники были сделаны в рамках подготовки к Паралимпиаде. А с 1 января 2016 года, согласно федеральному закону, уже все города страны должны перенять сочинский опыт. То есть создать у себя безбарьерную среду. Елена Всецна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.